Всем привет! В эфире программа для тех, кому всё интересно. Понедельник день тяжёлый, но не у нас. Потому что сегодня день нашего телеэфира. А начнём мы его с поздравления победителя нашего интерактивного конкурса. Итак, обладателем сертификата на два порк-бургера от Royal Club достается... Подожди, давайте для начала вспомним вопрос. К какому классу животных относится черепаха? Правильных ответов два – рептилии и присмыкающиеся. Это разные названия одного класса животных. Наш победитель – Голодаренко Елизавета из города Тирасполь. 17 лет, ученица 11 класса. Отличница, активистка и просто красавица. Получает в подарок сертификат на два порк-бургера от Royal Club. Спасибо всем, кто написал. Но победитель только один. Дело решает секунды. Ну, а теперь за дело. Анонс, шифровка. Оно нас обманывает. Пугало. Этот анонс больше похож на черновые наброски. Чего? Название к блокбастерам. Я бы получше придумала. Ой, все вы так говорите. Получше, получше. Ой-ой-ой. Ладно, я не обичиваю. Давай лучше дальше выдвигать версии. Оно нас обманывает. Это... Эхо. Да про их и так все все знают. Что еще рассказывать? Оно отражается от стен и прыгает, как мячик. Ау! Ну, все. Сюжет завершен. Ну, может, ученые что-то новое открыли? Вряд ли. Давай думать дальше. Обманывает нас оно. Это некто или нечто среднего рода. Привидение. Домино. Золото? Время года. Вот что. Ну, сам подумай. Эта зима вообще на зиму не похожа. То есть ты думаешь, что этот сюжет будет про погодную аномалию? Да, умеешь ты красиво сказать. Спасибо. Хоть одно приятное слово. Зрение – это главный ориентир человека в окружающем мире. Его обслуживает 70% мозговых нейронов. Направление взгляда меняется трижды в секунду. Так почему же мы так часто не видим того, что лежит прямо перед самым носом? А потому, что глаза вместе с мозгом обманывают нас. И еще, сегодня вы узнаете, как за две минуты превратить профессионального гимнаста в самого неуклюжего гражданина. Вопрос на засыпку. Что вы ели вчера на завтрак? Ага, вы же видели тарелку с едой. Так почему же наш мозг не выдает нам ответ по первому требованию? Терпение, господа. Мы начинаем. Как только мы просыпаемся, на нас лови и нальются гигабайты зрительной информации. Глаза и мозг начинают напряженно работать в первые же секунды после пробуждения. Через глаза мы получаем более 90% информации. Это в 30 раз больше, чем от слуха. Мы с легкостью оцениваем расстояние до предмета, избегая столкновений и травм. Потому что уверены, что глаза-то нас точно не подведут. Вся информация, приходящая от других органов чувств, проверяется зрением. Вы никогда не замечали, что когда собеседник говорит невнятно, то мы непроизвольно смотрим на его рот, сопоставляя услышанное и увиденное. Только так можно составить полную картину. А теперь смотрите, как хитро нас вводят в заблуждение эти два органа чувств. Что вы слышите, если переводите взгляд справа налево? И обратно. Вот так-то. Глаз – очень сложный эволюционный шедевр, диаметром около 24 мм. Движением глаз управляют самые быстрые мышцы в организме. Даже если вы смотрите в одну точку, мышцы колеблются со скоростью 120 раз в секунду. Свет проходит через роговицу, потом через естественную диафрагму, то есть зрачок. При ярком освещении зрачок сужается за 5 секунд. А в темном помещении расширяется за 5 минут. Теперь вы понимаете, почему мы так долго не видим в темноте. Поиск фокуса или зум, если так понятнее, осуществляет хрусталик. Меняя кривизну, он настраивается то на дальний, то на ближний предмет. И только после этого перевернутая и уменьшенная картинка поступает на сетчатку и по нервным волокнам в мозг. И там обрабатывается. А вот что происходит, когда мозг не верит своим глазам. Знакомьтесь, профессиональный спортсмен. А это инвертоскоп. Очки, которые переворачивают все с ног на голову. С их помощью человека с великолепной координацией движений можно превратить в совершенно неуклюжего гражданина. Смотрите, обычные действия даются ему с трудом. Интересно, как он с этим справится? А вы пробовали читать вверх ногами? Нет? Так у вас все впереди. А сейчас ему нужно просто пробежаться по детской горке. Ну? Это настоящее испытание для мозга. Сейчас ему приходится делать массу новых вычислений. Приспосабливая тело к новому пространству, в котором он оказался благодаря своим глазам. А вот работы Патрика Хьюза. В них он не использует сложную технику или компьютерные программы. Но это ему не мешает вызывать у зрителя ощущения собственной неадекватности. Вы как? Нормально? А вот и секрет. Вся фишка в основе холста. Это выпуклые заготовки. А дальше только фантазия и профессионализм автора. По-моему, шедеврально. И последнее на сегодня. Так почему же мы все-таки не видим то, что лежит или стоит перед носом? Этот феномен ученые называют слепотой невнимания. Наш мозг вместе со зрением просто отказываются замечать те предметы и события, которых не ожидают увидеть в данный момент. Это ли не обман? Ладно бы только зрение. Ну вот, а на сегодня все. До встречи в иллюзии. До сих пор я своему зрению больше доверял. Я тоже. Доверяй, но проверяй. Это я про зрение. Прозрели? Дальше у нас пугало. Ой, как страшно. Мне тоже. Это наверняка не просто огородное пугало. Может, речь идет о привидении? Зомби. Противном соседе. Дневник Тома Редла. Триллер. Сказка про синюю бороду. Сон про отмену летних каникул. Смотрим сюжет. Вещица, которая 200 лет назад научила людей быть более опрятными. А еще ее использовали как оберег от злых духов. Даже примета с ней связана. Нашел – значит точно повезет. Все это истории о пуговицах. Маленьких и больших. Деревянных и металлических. Самых разных. Казалось бы, что в них такого необычного? Подумаешь, кругляшки с дырочками. А вы представьте современную одежду без пуговиц. И сразу станет понятно. Вещь незаменимая. Но как ни странно, когда пуговицы появились, их использовали в декоративных целях. Как мы сегодня броши или бусы изготавливали такие пуговицы из ракушек. Позже люди научились делать пуговицы из камня. Вот они уже выполняли свое современное предназначение – застегивать одежду. А дальше, после того, как пуговицы стали популярны в Европе, с их внешним видом начали экспериментировать. Так в 18 веке они стали предметом роскоши. Знатные люди украшали ими костюмы, чтобы продемонстрировать свой статус. Не удивительно, ведь в это время пуговицы делали даже из дорогих камней – серебра, золота и слоновой кости. А некоторые костюмы украшали более ста пуговиц. И стоили они подороже, чем сама вещь, куда их пришивали. Ничего себе костюмчик, целое состояние! Но все рекорды побил французский король Франциск. На одном из его бархатных костюмов красовались более 13 тысяч пуговиц. Ох уж эти капризы! Лучше отзнать и перейдем к народу. Крестьянам пуговица долгое время служила амулетом. По легендам, она защищала людей от злых духов. Часто внутрь нее помещали какие-нибудь камушки или кусочки олова. Все логично, камешки гремят, духи пугаются. А теперь вслушайтесь! Пуговицы! Догадались? Вот откуда их название – корень «пуг» от слова «пугать». Приглянулись они и Петру Первому. Правитель России использовал пуговицы по-хитрому в целях воспитания. По его указу, на все солдатские мундиры с внешней стороны рукава необходимо было нашивать пуговицы. Эх, красиво смотрится! Но при чем же тут воспитание? Все дело во вредных привычках. После длительного трудового дня солдат садился за долгожданную трапезу и от ужина вдоволь смело вытирал свой рот рукавом мундира. Вот так удовольствие! А рукава потом какие красивые! Заглядение! Не очень-то эстетично. А вот с нашитыми на рукава пуговицами вытирать рот уже проблематично. Так Петр Первый избавил солдат от вредной привычки. Лично я пуговицы очень люблю. Это ж какая вещь универсальная! И красиво, и практично. Точно! Придумаю-ка я себе новое хобби. Буду филобутанистом. Так называют коллекционеров пуговиц. Лет через 10, пожалуй, можно будет и свой музей открыть. Ха! Ага, это как кинопрокате. Название фильма одно, а фильм совсем про другое. Ну, зато просмотров много. Пуговицами пугали злых духов. Да, знаю я. Но я ожидал чего-то пострашнее. Так, что тут у нас? Пугало 2. Что на этот раз? То, чего можно испугаться. Да я не думаю. Опять заинтригуют, а потом покажут одуванчики. Все наши догадки к предыдущему анонсу можно оставить. Привидения, зомби и так далее. А чего гадать? Смотрим сюжет. Бесстрашный капитан Джеймс Кук, увидев в небе этих животных, испытал настоящий ужас. Ему показалось, что разверзлась преисподня, и мрак заполняет землю. Такого же мнения была и его команда. Только всеобщее пение псалмов спасло их от помешательства. На самом деле, колонг или летучая лисица – это не монстр, а забавное млекопитающее. И относится оно к семейству крыланов. Привычной средой обитания колонгов считаются густые леса Океании, Мадагаскара, юга и востока Азии и леса Новой Гвинеи. Реже животных можно повстречать на горных высотах. Несмотря на добрый нрав, летучие лисицы, согласитесь, выглядят на редкость устрашающе. Мордочка небольшая, рыжая, с небольшими острыми ушами и пронизывающим насквозь взглядом. Да, Кука можно понять. Да и размеры этих лисиц поистине рекордные для крыланов. Длина тела доходит до 40 сантиметров, а большие крылья в размахе полтора метра. А еще у них отлично развит слух и зрение. Так что они уверенно ориентируются в пространстве не только днем, но и ночью. Единственные черты, которые роднят колонгов с летучими мышами – кожаные крылья с перепонками и ночная жизнь. Но лишь этими признаками их сходство и ограничивается. Удивительно, но лисицы – стопроцентные вегетарианцы, поедающие овощи и фрукты. Увидев привлекательный фрукт, колонг в полете пытается ухватить его и сорвать. И ведь получается, потому что животные эти отличаются большой ловкостью и проворством. Но местным жителям, которые в основном занимаются выращиванием фруктов, колонги приносят не убытки, а сплошную пользу. Летучие лисицы, вы не поверите, не только едят плоды, но еще и опыляют растения. Вот такие молодцы. Но в связи с сокращением популяции колонгов занесли в Международную Красную Книгу. И это дало свои плоды. В настоящее время гигантским летучим лисицам уже ничего не угрожает. Ну, спасибо. Хоть сейчас оправдали ожидания. Жаль, что мы с тобой версию животные не выдвигали. Ну, я животных на самом деле не особо боюсь. А, волка, питона, льва, аллигатора. Слегка и только приличной встречи. Понятно. В общем, анонс расшифрован. Нами. А вы угадали темы сюжета? Тогда можете считать себя гением. Так и запишите. Ну, а нам пора прощаться. С вами были Дима. И Катя. Смотрите нас в эфире и на ютубе. Что? Откуда? Почему? Гугл устал? Спроси у нас. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok